Всем привет! Меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. Мы с вами привыкли к разным безумным инициативам Государственной Думы. Все знают, что там полно неадекватных депутатов, которые, как бешеный принтер, принимают идиотские законы и запреты. На этом фоне немного потерялись московские депутаты, и это несправедливо, ведь в Мосгурдуме хватает своих безумцев. Москва должна знать своих неадекватов, поэтому я решил рассказать вам о главных фриках городского парламента и их странных инициативах. Итак, это топ-10 самых неадекватных депутатов Московской Думы, которые все еще представляют ваши интересы. Поехали! Десятое место занимает депутат Ольга Шарапова, которая явно подхватила вирус запретов у старших коллег из Госдумы. Пока федеральные депутаты запрещали иностранные сыры и неуважительные высказывания про власть, Шарапову предложила запретить в Москве детское шампанское. Вот как она сама объяснила свою инициативу. Напомню, детское шампанское – это обычный газированный напиток на основе сока, в нем нет ни капли алкоголя. Продукт, конечно, нельзя назвать полезным, там очень много сахара, но депутат городской думы, наверное, мог бы найти дела поважнее, чем война с газировкой. Девятое место отдаем Сергею Звереву. Нет-нет, не этот Зверев, его коллега, тезка, депутат. Так вот, депутат Зверев выступил с важной инициативой переименовать диплом Мосгордумы в благодарность, ведь так будет приятнее москвичам. Мы сегодня рассматривали внесение изменений в закон о наградах. Но жизнь у нас меняется, меняется, наверное, восприятие каких-то слов. И мы посчитали, что для москвичей намного интереснее будет все-таки получить благодарность Московской городской думы. Я считаю, что это действительно так. Поэтому поменяли название слова «диплом» на слово «благодарность». Мощно. Видно, что господин Зверев занят делом и не зря получает свою зарплату. Это, кстати, 400 тысяч рублей в месяц. Восьмое место достается Олегу Сороке. Это бывший сотрудник ФСБ, который стал крупным застройщиком, а теперь еще и депутатом Мосгордумы. Сороке нравится быть депутатом, но неприятным сюрпризом оказались навязчивые избиратели. Постоянно пристают к народному избраннику со своими проблемами. Например, когда Москву завалилось снегом и коммунальщики плохо чистили дворы, жители округа, где избран Сорока, пришли к нему за помощью. И как вы думаете, он отреагировал? Сорока начал публично высмеивать многодетную жительницу района, которая к нему обратилась. Депутат посоветовал ей самой заняться уборкой снега, если она чем-то недовольна. Более того, этот единорос вместе со своим усатым помощником принялся бегать за 60-летней женщиной, чтобы вручить ей лопату. Да еще и хвастался этим в соцсетях. Вот что он писал в фейсбуке. После щедрого снегопада я пообещал подарить Татьяне Лагацкой лопату. Я знаю, что она, как истинный активист своего двора, не прочь показать другим жителям, а главное коммунальщикам, позитивный пример правильной и качественной уборки. Мой помощник Сергей Богданов все никак не передаст подарок владельцу, но сегодня подходящий повод. Ну как вы сами считаете, вменяемый это депутат? А ведь он не только бегает с лопатой за избирателями, но еще и пишет законы, по которым мы все живем. Седьмое место уверенно занимает депутат в кокошнике Надежда Бабкина. Она известная исполнительница народных песен и у многих москвичей вызывает недоумение. Зачем Бабкиной вообще понадобилось место в Мосгордуме? Выяснилось, что ей очень выгодно Бабкина зам главы комиссии Мосгордумы по культуре. Также она выступает в театре «Русская песня», учредителем которого является департамент культуры Москвы. И когда Бабкина заключает договорное выступление, учредитель должен согласовывать такую сделку. При этом договоры, заключенные Бабкиной в качестве руководителя театра, должны быть одобрены Бабкиной в качестве депутата городской думы. Очень удобно, не правда ли? Цена вопроса, к слову, около семи миллионов рублей в год. Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я? Да, Надежда Георгиевна, виновата. Самое время сдать мандат. Шестое место. Депутат Александр Сметанов. Пару лет назад сообщество DCRNet изучило его научную диссертацию. Проверка показала, что эта научная работа почти полностью состоит из плагиата. Сметанов, конечно, далеко не первый, кто попался на плагиате. Но только он додумался в качестве ответа использовать служебное положение. Направил депутатский запрос в правоохранительные органы с требованием закрыть диссернет. Но, впрочем, это не помогло. Диссернет доказал свою законопослушность. А вот фейковый ученый Сметанов из Единой России был официально лишен степени кандидата экономических наук. Просто позорник, а не депутат. Пятое место в нашем рейтинге получает депутат Ярослав Кузьминов. Выступая на общественных слушаниях, он предложил радикально повысить плату за капитальный ремонт для своих избирателей. В Москве сегодня и так самая высокая в России ставка по капремонту — 18 рублей за квадратный метр. Для сравнения, жители Московской области платят за метр 9 рублей, а в Петербурге — всего лишь 5 рублей. И, несмотря на это, депутат Кузьминов считает, что денег с москвичей надо брать гораздо больше, а ставка по капремонту должна быть увеличена с 18 сразу до 40 рублей за каждый метр жилой площади. Мне вот всегда казалось, что депутат должен защищать интересы своих избирателей. А на что рассчитывает Кузьминов, выступая с такими странными дикими проектами? Видимо, на свое природное обаяние. Так, депутатик, держи денежулю мою, построй больницу. Депутат такой, кажется, я купил себе коттедж. Ах ты, не могу на тебя злиться, такой крапузик. Ладно. На четвертом месте нашего рейтинга расположился депутат Евгений Герасимов. Он бывший актер и любит привлечь к себе внимание. Наверное, поэтому выступает с разными инициативами гораздо чаще многих своих коллег. Обычно его идеи безобидны и остаются просто шумом в прессе. Но менее нелепыми от этого они не становятся. Например, Герасимов предложил организовать в Москве новый праздник. День без разводов. Вот как он прокомментировал свою инициативу. Работники ЗАГС максимально усилят агитацию в этот день против разводов. Придут люди, а им скажут. Дорогие мои, сегодня такой праздник. Неужели вы в этот день решите это сделать? Подумайте еще раз. Кроме того, Герасимов предложил открыть досуговый центр в здании нынешнего СИЗО Бутырка. По мнению депутатов, помещению тюрьмы надо устроить ярмарку и кафе. Наконец он выступил с идеей законодательного запрета на распитие в метро кофейных напитков. Ну вот представьте, идете вы в метро с бумажным стаканчиком, а вам навстречу летит наряд полиции. Что делать с преступниками, которые распивают в метро кофе, депутат Герасимов не уточнил. Ну, видимо, их будут отправлять в досуговый центр Бутырка. Что ж, переходим к призерам нашего рейтинга. Третье место. Депутат Людмила Стебенкова. Она объявила войну презервативом. Стебенкова организовала в Мосгурдуме общественные слушания по проблеме распространения ВИЧ. На заседании практически не выступали медики, вместо них с депутатами общались эксперты из некого института стратегических исследований. Они рассказали, что тема СПИДа стала частью информационной войны Запада против России. Поведали, что презервативы не спасают от ВИЧ, а напротив, косвенно являются причиной эпидемии. Вот как описывает заседание присутствовавшей на этом безумии корреспондент газеты «Коммерсант». Депутат Стебенкова подчеркнула, что не верит в эффективность презерватива против ВИЧ. Она рассказала, что недавно узнала историю о девушке, которая занималась сексом в презервативе и все-таки обнаружила у себя ВИЧ. Защиты презерватив не дает, подытожила депутат. Бороться нужно не со СПИДом, по большому счету, а с распущенностью. Конечно, мы можем посмеяться над этой дремучей депутатшей, но шутки шутками, а по данным Минздрава число ВИЧ-инфицированных в Москве за год увеличилось на 20%. Связано ли это с тем, что здравоохранение в городском парламенте курируют такие вот явно неадекватные депутаты? Решайте сами. Ну а мы тем временем добрались до второго места, на котором оказался депутат Антон Полеев. Он выступил с инициативой создать в Москве официальную ассоциацию магов и колдунов. По мнению Единоросса, это поможет избирателям разбираться, кто из них честный волшебник, а кто шарлатан. И вот среди этих носителей необычных практик, в простонародье те самые маги, колдуны, экстрасенсы, депутат Полеев предлагает устроить перепись и потом создать единую ассоциацию в интересах потребителей потусторонних услуг. Когда создается ассоциация, туда включают вообще всех. И хороших, условно говоря, и плохих. Но через какое-то время, как правило, даже уже через несколько месяцев, становится совершенно очевидным, кто честно работает, а кто нет. Видите, даже у нечистой силы есть свои представители в Мосгурдуме. Жаль только, что там до сих пор некому отстаивать интересы обычных избирателей. Ну и, наконец, первое место рейтинга самых неадекватных депутатов Москвы уверенно занимает сам председатель Городской Думы Алексей Шапошников. Лидерство он себе обеспечил неспособностью сосчитать подведомственных ему депутатов, участвующих в голосовании. Уважаемый Алексей Валерьевич, на Толбло загорелось при голосовании 33 за и 3 против. Таким образом, 36 человек. Посчитайте по головам, сколько присутствует. Я насчитала 26. Елена Анатольевна, для того, чтобы считать, у нас есть специальная система в зале. Я ей полностью доверяю. Значит, ваша система действует неправильно, потому что возьмите свои глаза в руки и посчитайте, сидит 26 человек. Елена Анатольевна, существующая система полностью обеспечивает работоспособность Думы. Понятно, что председателю Мосгордумы не обязательно уметь считать до 36. Зачем? Ведь у него есть электронная система. Да и кого волнует, как голосуют эти депутаты, которых, по большому счету, никто никогда не выбирал. Вот так распределились места в нашем рейтинге. Кстати, напишите в комментарии, кого из российских политиков вы считаете самым неадекватным и почему. Я с удовольствием почитаю. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Ну, а этот топ-10 наверняка вас повеселил. Однако мне бы очень хотелось, чтобы это веселье обернулось гражданским негодованием и имело последствия для бездельников из городской думы. 8 сентября состоятся новые выборы столичного парламента. И если мы снова получим таких вот депутатов, то значит мы этого заслуживаем. Они и дальше будут защищать магов и колдунов, бороться с распитием кофе и с презервативами, а мы дальше будем переплачивать за капитальный ремонт и получать дикие платежки за ЖКХ. Хотите такого? Ну, тогда сидите на диване и ничего не делайте. Однако, если вы хотите что-то изменить, выбирайте в сентябре нормальных независимых депутатов и участвуйте в умном голосовании. Пора вернуть смысл и содержание городскому парламенту российской столицы. Да, и не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал и распространяйте ролик в социальных сетях. Пусть люди узнают правду. Мы победим!